День Библиотек Одна государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамукова, конечно, отмечает свой профессиональный праздник. В этот день во всех библиотеках проводится участвование ветеранов библиотечного дела, проводятся викторины, проводятся конкурсы профессионального мастерства, конечно. И друг друга поздравляют с этим днем, пожелая друг другу дальнейшей плодотворной работы, успехов. Конечно, как и всякий профессиональный праздник, он у нас проходит на высшем уровне. В этом году у нас профессиональный праздник в 2023 году совпался с всероссийской акцией «Библия-ночь», которая проходит под девизом «Читаем вместе» и посвящен, эта библия-ночь посвящена году педагога и наставника. Вот сейчас мы как раз готовимся к этому. В этот день у нас будет проходить встреча с педагогом-наставником и журналистов, и писателей, и учителей с Чанкаевой Татьяной Азаматовной, которая продолжает династию литераторов, дочь народного поэта Карачаева-Черкесии Суинчева Азамата Алимовича. Также встреча с Дауловой Насыпхан, которая более 50 лет работала в школе, но работая в школе, она пишет книги. И вот 27-го у нас будет встреча с ней. В этот день мы проведем также мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. К нам придет педагог из колледжа искусств Лаля Швили и руководитель молодежных проектов Общероссийского народного фронта Тулпарал Фатима, которая проведет с нами мастер-класс «Остановись мгновение». Потому что сейчас библиотекарь не только тот человек, который выдает книги, а тот человек, который это все и оформляет, проводит вечера. И нам нужно уметь работать не только с книгой и ручкой, а и фотоаппаратом. И вот Фатима с нами будет проводить мастер-класс по фотографированию. У нас выставки мы подготовили. Мы подготовили такую выставку «Молодые лица, читающие Карачаева Черкесии». Это те молодые люди, которые дружат с книгой, которые признают только бумажный вариант литературы. Вот так проходит у нас ежегодно Всероссийский день библиотек. Коллектив у нас очень дружный, очень любят этот праздник. Конечно, радуемся мы этому дню. Соня Азнауровна, ну ни для кого не секрет, что сейчас посещение библиотек резко сократилось, читателей стало меньше, потому что везде интернет. Если театр – это храм искусства, то, наверное, библиотеку можно назвать храмом образования. Вы как считаете, вот эту ситуацию как-то можно изменить, хотя бы частично? Года 3-4 назад был такой спад. А вот сейчас, когда у нас возобновилось пополнение фонда библиотеки, мы стали получать новую литературу по экономике, по медицине, по бухгалтерскому учёту, юридическую литературу. У нас читатели, вот вы сами стали свидетелями, у нас читатели, библиотека же сейчас не только то место, где берут книги и возвращают. Библиотека – это культурно-исследовательский центр. Сюда приходят молодые учёные, поднимают литературу, поднимают периодические издания начала XX века, конца XIX века. И студенты сейчас, когда ввели программу «Антиплагиат» в наших учебных заведениях, ребятам приходится заниматься. Мы получаем литературу, многие просто не знали, что мы получаем эту литературу, новые. И мы делаем обзоры, мы с новинками литературы, как говорят, если гора не идёт к Магомеду, Магомед идёт к горе. Так мы, библиотекари, вот с этой новой литературой, с новинками, идём в учебные заведения, знакомим их в медколледж, в педколледж, идём в нашу Северокавказскую академию. Постоянно мы отсылаем материалы в наш Карачаево-Черкесский госуниверситет. Буквально вот 5-6 минут назад кафедра литературы выходила на меня, просили найти, потому что год Гамзатова проходит, и они просили нам найти произведения Расула Гамзатова на наших национальных языках, что мы им по интернету передали. Так что, чтобы пожаловаться, что у нас читателей сейчас стало меньше, наоборот, вот последние два года мы уже после пандемии, количество читателей у нас, наоборот, увеличилось. Конечно, наша библиотека тоже идёт в ногу со временем, у вас есть электронные книги. Хотелось бы узнать, их больше читают, чем обычные печатные книги? Дело в том, что есть такая литература, которая в единичном экземпляре, которую мы не можем отдать руки читателю. Есть книжные памятники, которыми очень интересуются жители, читатели нашей республики. Мы их не можем. И поэтому у нас есть такая задача, мы оцифровываем. Очень много литературы мы оцифровали. И вот электронная версия, можно у нас прийти, вернее, на наш сайт зайти и взять, почитать в электронном виде. А наоборот, вот сейчас появилась такая тенденция, хотят именно на бумажном носителе книги. Мало кто сейчас электронную версию хочет. Единственное, вот электронные версии у нас есть, периодические издания наши, вот эти национальные, с 37-го, с 33-го годов. Они у нас, да, электронные версии есть. Люди приходят, делают себе на флешку, на диск. Вот это мы пользуемся. А так книги вот приходят и читают. Как правило, в библиотеке работают женщины. Вот на ваш профессиональный взгляд, почему нет мужчин-библиотекарей? С чем это связано? Может быть, потому что это скучная работа? Если человек, который не знает изнутри работу библиотеки, он думает, что в библиотеке работать очень скучно. Я более 20 лет работала начальником отдела культуры. Обеспечивала в Карачаевском районе деятельность библиотек. Но моя задача была, чтобы были книги, чтобы люди зарплату получали. А как они там работают, я к своему стыду не очень-то вникала. Когда я пришла на работу, я думала, ой, господи, все думают, что вот придёт человек в библиотеку, будет сидеть, читать любимую книгу, там листать журналы. Нет, сейчас в библиотеке, даже если при полной отдаче, если человек любит свою работу, если пришёл работать, сидеть некогда. Потому что в библиотеке у нас идёт большая исследовательская работа. Наша библиотека выпускает книги. Может, ребятам хочется более эмоциональной работы. Здесь нужно кропотливо работать, заниматься, листать эту литературу, эти книги, эти журналы, эти газеты. Может, поэтому... Хотя у нас есть мужчины, которые у нас, как обычно, айтишники, у нас мужчины. А так, я бы не сказала, что у нас скучная работа, поэтому не приходят. У нас очень тяжёлая работа, которая, да, как сказать, приходит даже на исследовательские... Институт гуманитарных исследований мы наравне с ними выпускаем книги. И при том, это книги не поэтические сборники, а именно научные труды. К 75-летию Победы наша библиотека выпустила 8 книг. Это те книги, которые рассказывают об участии народа в Карачаево-Черкесии во всех сражениях Великой Отечественной. Это как они сражались в Беларуси, как они освобождали Сталинград, как освобождали Ленинград, вот эти. А сейчас вот наша библиотека выпускает, уже сделали мы электронную версию книги «Литературная Карачаева-Черкесия». Куда мы собрали биографические, биобиблиографические данные всех писателей и поэтов Карачаева-Черкесии? Это в один сборник. Буквально недавно мы выпустили книгу «Мастера искусств Карачаева-Черкесии», куда забрали всех людей, причастных к искусству, и которые прославили нашу республику в этой области. И библиотека, вот я, чтобы сказать, скучная работа в библиотеке невозможна. Каким образом книги вообще поступают в библиотеку? Как эта система происходит? Как поступают к ним книги? Нам бюджет, ну, выделяются деньги на пополнение фонда, мы закупаем, но мы ведем тетради отказов. Бывает, к нам приходит читатель и запрашивает какую-то книгу. У нас этой книги нету, мы ведем. И мы делаем такой анализ, каких книг у нас не хватает. Когда нам выделяются деньги, мы закупаем эти книги, у нас очень много сейчас, у нас есть дарители, у нас есть спонсоры, которые нам приносят литературу. Книга поступает через отдел обработки, он идет в отдел хранения, все это присваивается номера, потом раздается по отделу. А так что сейчас, последние два года, слава Всевышнему, у нас нормальное пополнение. На сегодняшний день у нас более 700 тысяч экземпляров от печатной продукции. Вы сказали, что скучать в библиотеке не приходится. Мне хочется у вас узнать, чем вам нравится ваша работа больше всего? Действительно, на той прошлой работе у меня не было столько времени заниматься собой. Именно побольше и читать. Да, я больше там встречалась с людьми, но здесь более другая атмосфера. Запах другой, жизнь совсем по-другому воспринимается. Есть время и для философских размышлений. Есть, допустим, да, вот здесь больше я занимаюсь просветительской работой. Там я занималась более культурной работой, да, организацией культурно-досуговых мероприятий, а здесь более просветительских. Здесь более конкретно я занимаюсь, допустим, сохранением, изучением литературы, искусства языков народов. И больше времени вот этому уделяю. И мне очень нравится то, что я делаю. Соня Азнауровна, я благодарю вас за полную информацию. Еще раз праздником вас, профессиональным успехом в вашей работе. Спасибо. Продолжение следует...